За работу после недельного перерыва народные депутаты вернулись в сессионный зал и уже по традиции отдохнувшие начали свой день со скандала. Как фракции обменивались взаимными обвинениями и какие решения снова отложили на потом. Парламентский день в материале Екатерины Лысенко. Из-за праздничных дней сегодня нардепы вынуждены работать по ускоренной программе. В 9 утра собираются на согласительный совет, чтобы решить с повесткой дня и тут же встык проводят пленарное заседание. Правда, начинается оно с взаимных обвинений на газовую тему и обсуждения решения стокгольмского арбитража по иску нафтогаза против Газпрома. Мы приглашаем комитет с национальной безопасности и обороны, а также антикорупционный комитет негайно викликать премьер-министра Юлию Тимошенко и рассматривать вопросы государственной защиты и коррупционной основы газового контракта 2009 года. В 2009 году цена на природный газ после подписания контракта 2009 года была 232 доллара 98 центов. И поэтому брехня про переплату 450 долларов – это брехня. Наступное. Сегодня украинский газ народа Украины продается по 285 долларов за тысячу кубических метров на 50 долларов дороже, чем после контракта 2009 года. И это означает, что как только эту владу народ выкинул в небо, будет порушена криминальная справа, я уверена, против тех, кто установил 285 долларов. Газовым контрактом апеллировал даже главный радикал. Я возвращаюсь к Юлии Володимировне. Юля, верните деньги, которые вы вкрали в украинцев. 6 миллиардов долларов за год по газовому контракту. А в Батьківщине вспоминали слова того же радикала, произнесенные несколько лет назад. Дословно можно сказать настолько. Я молю Бога, чтобы Тимошенко была звільнена из тюрьмы. Это достойная людина, достойная лидера, которая достойна керувати нашу державу. Она будет президентом, и я буду гордиться той Украине, в которой будет президентом Тимошенко. Я надеюсь на это. Олег Ляшко, 2013 год, Листобот месяц. Знаете, когда он был щирый, когда он все говорил, или он был щирый, когда он сидел у фракции Тимошенко целый год после подписания газовых контрактов. Ну а пока одни спорили, в зале предложили перейти к повестке дня, где острых вопросов сегодня не оказалось. Вот же, коллеги, на початку порядка дня стоят вопросы, которые могли бы объединять зал. Хватило под куполом голосов для того, чтобы обеспечить инвалидов бесплатным транспортным сопровождением. А кроме того, нардепы внесли в повестку дня так называемую медицинскую реформу. Законопроекты обновленные. После правильного голосования их доработали, и они предусматривают в том числе фингарантии оказания медуслуг. В законопроектах написано, что первая медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, паллиатив, будет безоплатным. Но в тот же время мы не знаем, а что будет включено, какие будут пакеты медицинских послуг, которые будут точно оплачивать с государством. Я считаю, что это должно быть визначено очень четко в законах Украины, а не отдавать это уряду, чтобы каждый год уряд смотрел, сколько денег у него есть, сколько и формировал тот пакет послуг. И если реформе медицины хотя бы дали старт, то о кадрах нардепы не договорились. Сегодня должны были голосовать за нового омбудсмена. Еще на прошлой неделе было три кандидата от БПП, радикалов и фронтовиков. Но НПК так и не предоставила результаты спецпроверки по кандидатам. Частково это было предоставлено, и я считаю, что ни один из тех кандидатов, которые выбрали, навряд ли безставым омбудсменом, враховывая, что они представлены и от разных политических сил, и так и не получили поддержку правозахисной сообщества и международных институций. Закон Украины про запобегание коррупции, закон Украины про уповноваженную Верховную Раду с правой людини четко визначает часовые термины, когда должно происходить голосование. Я считаю, что в данном случае идет политическая, закулесная, непрозорная игра блоку Петра Порошенко, радикальной партии и Народного фронта. Мне в этих людях не влаштовывать только то, что они представниками правлячей власти. Омбудсмен должен быть с оппозиции. Так же, как Рахунковая палата должен быть с оппозиции, так же, как порушение всех регламентных норм и законов в нашу фракцию практически лишило возможности принимать участие в работе комитетов, не давшим никакой посады. Причем нам посады не нужны, нам нужны отстояние прав своих выборцев. Вопрос с омбудсменом теперь отложили на неопределенный срок. Да и свою работу депутаты тоже отложили. Они не проголосовали за то, чтобы работать сегодня на два часа больше и в обед разошлись. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.